Заходишь в подъезд и сразу становится понятно, здесь не чисто. В воздухе страшный смрад, под ногами фекальные реки. Вот здесь под полом, вот такой организовался водоем. Когда люди пользуются канализацией из этой трубы, просто откровенно все течет. Туда под пол, здесь за стеной моя квартира. Да, люди не так вот переплывают это. По словам местных жителей, в квартирах на первом этаже круглосуточно окна нараспашку, чтобы не задохнуться. Последние несколько лет вся домовая канализация течет по дырявым трубам. Грунт подмывает и отходы проникают в жилье. Фу, блин, у меня дома такой же блин. Я иногда с такой головной болью встаю, я уже тоже говорю, скоро там, и я так же начал пахнуть. Но возможность проветривать жилье есть не у всех. И тут встает вопрос. Либо свежий воздух, либо тепло в квартире. Конечно, в комнате холодно. Еще ни одного дня не было отопления. Ведь я же буду платить за отопление полностью. И плюс еще за электроэнергию я заплачу, потому что подключаю батарейку. Вот такие же везде оголенные провода, везде вываливаются выключатели. Мы в квартире в прошлом году чуть не сгорели, у нас проводка взорвалась. Этому дому номер 68 на Эмиле Алексеевой уже больше полувека. В пятиэтажке всего один центральный вход, аварийные двери забаррикадированы. И к чему бы привело возгорание вопрос открытый. Дверь с той стороны забетонированная насмерть, примерно вот так. То есть, а в случае какой-то чрезвычайной ситуации, в случае пожара. Или в домофонную дверь бежим, или из окон прыгаем. О своих бедах заложники зловоний говорили не раз. На днях жильцы выложили пост в соцсетях о своей беде, потому что у директора управляющей компании, говорят, люди, есть дела поважнее. Держу пьяный, это он пьяный, потому что мы у него составляли акт, он нам составлял недавно, ну как недавно, месяц назад, о затоплении. Ну, неадекватный человек. Нас же руководитель компании заверил, проводка исправна, все аварийные двери открыты, отопление есть. Что касается запаха, то кажется, что мужчина сам уже запутался. Я лично там был в субботу, все там, ничего, единственное, пол мы не закрыли, пробку не поставили. Поставил пробку, заглушил пол, закрыл, все. То она шла сверху, сейчас она с пятницы уже не протекает там, все. То, что касается возможных протечек в грунт, они устраняются немедленно. Вот, если этого не происходит после обращения в аварийную службу управляющей компании, необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию Алтайского края с заявлением. И, учитывая, что это канализационные стоки, то следует обратиться еще параллельно и в Роспотребнадзор Алтайского края. Так что все, что пока остается людям, это писать обращение в надзорные ведомства. Может быть, лишь тогда управляющая компания «Ренессанс» возродит хотя бы свежий воздух в доме. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.